«Доченька, ну пойми же ты!» – причитал Семен Григорьевич, пытаясь объяснить Марине, почему она не может продолжать жить с ним под одной крышей. «Я, конечно, очень рад, что ты наконец-то нашла в себе силы развестись со своим дураком и готов тебе помочь, но ты не можешь оставаться в моем доме до бесконечности. Давай я тебе куплю отдельную квартиру, или ты вместе с Полиной пока переедешь в съемную, а потом подберем для тебя что-нибудь. Но я же еще молодой, у меня вся жизнь впереди, я вот жениться собираюсь, и как бы тебе помягче сказать, в общем, твое присутствие здесь совершенно неуместно. Скоро ко мне переедет моя невеста, я не понимаю, почему ты так сопротивляешься, я же тебя не на улицу выгоняю, а предлагаю переехать в отдельное жилье, не понимаю, что здесь плохого. Уверен, что и Полина будет рада, если у вас появится отдельная квартира». С мужем Марине действительно очень сильно не повезло, а ведь прав был отец, когда говорил не связываться с этим прохвостом. Но Марина очень любила Максима и искренне надеялась на то, что он изменится. Они прожили вместе несколько лет, но все оставалось по-прежнему. Максим так и не смог найти свое место в жизни, то работал, то протирал штаны дома на диване, прикрываясь отсутствием возможностей для самореализации и депрессии. Марине же приходилось крутиться, как белке в колесе, чтобы прокормить семью. Брать деньги у отца было стыдно, это было равносильно тому, чтобы признаться в своем неправильном выборе. А муж ни черта не зарабатывал. Когда на свет появилась дочь, положение дел в семье очень сильно усугубилось. Но Марина все равно продолжала поддерживать супруга и жить с ним. И так продолжалось до тех пор, пока женщина окончательно не осознала, что у них нет будущего. Вернулась к отцу вместе с дочерью. А тут такой сюрприз. Семен Григорьевич времени даром не терял. На протяжении нескольких лет он вдовствовал и уж очень сильно устал от своего положения. Наскучило мужчине жить одному. И он решил, по примеру многих одиноких, зрелых и солидных мужчин, подыскать себе спутницу жизни. Для Семена Григорьевича это не составило большого труда. На богатых и состоятельных мужчин всегда найдется достаточно молодых зубастых охотниц. Одной из таких и была Вика, с которой Семен Григорьевич познакомился в ресторане. Она пела ему дифирамбы о любви и вешала на уши лапшу. А он, будучи долго обделенным женским вниманием, глотал все это лицемерие и вранье и не давился. Если бы не появление дочери, то вероятно, что Семен Григорьевич угодил бы в могилу раньше положенного срока. У Вики были вполне определенные цели, и жить с пожилым супругом совершенно не входило в ее планы. Это только так, временно, и исключительно ради того, чтобы получить наследство. Как и многие другие провинциальные приезжие девочки, лучшего способа разбогатеть Вика не нашла. Поэтому, когда поняла, что Семен Григорьевич заглотил наживку с крючком и попался в расставленные ею сети, сразу же согласилась выйти за него замуж. Свадьба должна была состояться вот-вот, и присутствие дочери с внучкой явно мешало обустройству личной жизни стареющего джентльмена. Марина же сразу заподозрила что-то неладное, особенно когда, расспросив отца о возлюбленной, узнала о том, что Вика годится ему в дочери. «Папа, но ты в своем уме?» – спросила она. «Ну какая может быть свадьба? О чем ты вообще говоришь? Тебе бес в ребро ударил? С ума сошел? Да она же обдерет тебя до нитки и бросит, или того хуже, вообще на тот свет отправит. Вот чего-чего, а такого я от тебя точно не ожидала. Одумайся, опомнись, пока не поздно». Но Семен Григорьевич был непреклонен и убежден в своей мужской привлекательности. «Ничего ты не понимаешь!» – огрызнулся он, красуясь возле зеркала в презентабельном костюме. В тот вечер он собирался в ресторан на свидание со своей возлюбленной, а дочь не только путалась под ногами и мешалась, а еще и умудрилась испортить ему настроение. «Все, завтра вы с Полиной переезжаете!» – твердо сказал Семен Григорьевич. «Надоело мне это, от твоих нравоучений уже деваться некуда. Надоело, ей-богу. Самой не живется, так дай хоть мне насладиться моментом. Я, можно сказать, только жить начинаю, а ты мне всю малину портишь». Марина понимала, что переубедить отца ей не удастся, но и оставлять отца в столь сложной ситуации один на один с зубастой кралей она тоже не собиралась. Женщина решила, что аккуратненько присмотрит за отцом. Так, чисто на всякий случай. Конечно, она могла ошибаться. Марина не исключала того, что между отцом и этой Викой и вправду может быть любовь. Она слабо верила в это, но мало ли. Все-таки иногда молодые девушки влюбляются в зрелых мужчин. И это мог быть вполне тот самый случай, хоть и маловероятный. Марина решила обратиться за помощью к своему бывшему однокласснику Александру, который в свое время учился на юриста, а на протяжении последних нескольких лет работал частным детективом. Уж кому-кому, а ему будет несложно достать скрытые видеокамеры, которые Марина планировала развесить по всему дому. Это был единственный способ узнать, кто такая эта Вика и что она из себя представляет. Марина хотела помочь отцу и убедиться в том, что рядом с ним находится надежная женщина. Или опровергнуть это, что было более вероятно. Впрочем, Марина не была сторонницей поспешных выводов, только время все могло расставить по своим местам. «Ну, Семен Григорьевич, конечно, учудил», – ухмыльнулся Александр, выслушав Марину. Он сразу же согласился с ней встретиться. Давно не виделись, да и старая любовь, как говорится, не ржавеет. В свое время Марина не воспринимала его всерьез. После окончания школы они редко, но все-таки общались. А после того, как Марина вышла замуж, отношения сошли на нет. Александру ничего не оставалось, кроме как смириться с этим. Он не относился к той категории мужчин, которые способны добиваться любимую женщину и до последнего брать ее измором. Но в тот момент он очень был рад встрече и, естественно, целиком и полностью разделял негодование Марины. «В голове не укладывается, как можно променять дочь и внучку на какую-то девицу», – рассуждал он. «Ну, ты же и сама знаешь, что такое бывает. Никто не застрахован от подобного. Отец твой хоть уже и не молод, а все равно счастья хочется. Одичал совсем без жены-то. Вот и кинулся на первую попавшуюся. Но ты не переживай. Если с этой Викой что-то не так, мы обязательно ее выведем на чистую воду». Только на этом Арине и оставалось надеяться. Больше было не на что. Вся эта история добавляла женщине проблем, которых и так было немало. Около полугода назад Полина неудачно упала с велосипеда и сломала ногу, которая неправильно срослась. Девочка с трудом могла передвигаться. Спустя несколько месяцев после очередного медицинского вмешательства нога снова дала о себе знать. А тут еще и развод, и переезд. Все происходило настолько быстро и спонтанно, что Марина просто-напросто не успевала за всеми этими событиями. Ситуация, в которой она оказалась, была действительно сложной и очень тяжелой. И Александр просто не мог оставаться в стороне. Он предложил свою помощь не только с камерами, но и с дочерью. «У меня есть хороший знакомый хирург», – сказал Александр, когда Марина поделилась с ним своей бедой. «Я думаю, что нужно к нему сходить, потому что это не дело. Они так девчонку до инвалидности доведут. Потом вообще будет ситуацию не исправить. Нога эта всю оставшуюся жизнь будет ныть, да давайте себе знать. Надо действовать, пока не стало совсем поздно». Марина понимала, что Александр прав. Ее и саму очень сильно беспокоила вся эта ситуация. Закрутившись с делами отца, женщина совершенно перестала обращать внимание на проблему дочери. А Полина тем временем очень сильно страдала. Девочка изо всех сил старалась перестать хромать, но это оказалось не так просто. Каждый раз, когда девочка наступала на ногу, по всему телу разливалась невыносимая боль. Полина уже начала опасаться, что больше никогда не сможет нормально ходить. Но напомнить о себе матери стеснялась. Понимала, что у нее и так много проблем. Когда Марина сообщила дочери, что они идут к другому врачу, девочка обрадовалась. «Ты прости меня», – сокрушалась женщина. «Я так закрутилась, но ничего, дядя Саша сказал, что это очень хороший врач, он обязательно тебе поможет. Нужно только немного потерпеть». Полина была готова выдержать все, лишь бы снова начать нормально ходить. Она мужественно выдержала еще одну операцию, после чего начала постепенно идти на поправку. Радости Марины не было предела. А Александр лишь разводил руками. «Я же тебе говорил, что вам просто попался плохой врач», – улыбался он. «Что поделать, не профессионал, такое бывает, теперь все будет хорошо, главное, что Полина в порядке. Она у тебя вообще такая молодец, боевой характер, далеко пойдет, девчонка». Мужчина все оттягивал тот момент, когда придется сообщить Марине и плохие новости. Он уже посмотрел несколько записей с камер видеонаблюдения, которые были установлены в квартире, и узнал о том, что Марина, к сожалению, не ошиблась. Вика оказалась не так проста, как казалась с самого начала. Наглая, беспринципная девица даже для приличия не стала ждать, а сразу приступила к делу. На камерах все было зафиксировано. Поэтому развод Вики и Семена Григорьевича был лишь вопросом времени. Но отца Марины нужно было спасать, поэтому ждать полного выздоровления и восстановления Полины было просто некогда. Как Марина и предполагала, наглая и беспардонная девица вовсю подбиралась к капиталам Семена Григорьевича с самого первого дня. Новоиспеченный возрастной супруг не торопился переписывать завещание на молодую жену. Но Вика не собиралась отступать, она целенаправленно окучивала Семена Григорьевича каждый божий день, убеждая в том, что она единственный человек, которому можно доверять. «Дочь тебя бросила», – рассуждала девушка за ужином, когда в очередной раз коснулась своей любимой темы. Кроме денег Вику больше ничего не интересовало. Ради них она готова была абсолютно на все, на любую, даже самую низкую подлость. Не погнушалась девица и вранья, и преступления, когда поняла, что Семен Григорьевич не ведется на ее уговоры. «Не бросала она меня. Что ты за ерунду придумала?» ответил мужчина, когда услышал нелицеприятные и лживые слова в адрес Марины. «Я сам предложил ей переехать, чтобы мы с тобой могли жить вдвоем. Да и для нее, и для внучки так будет лучше. Да и вообще, зачем стеснять друг друга, если есть возможность жить отдельно? Я никогда этого не понимал». В разговорах Вика неоднократно затрагивала ту тему, которая ее очень сильно волновала. Она говорила и говорила, и чем чаще вопрос касался денег, тем сильнее это раздражало Семена Григорьевича. Мужчина уже ненароком начал подозревать что-то неладное. «А чего это ты так интересуешься наследством?» Прищурившись, спросил он, когда Вика перешла все возможные границы дозволенного. «Я человек честный, и своих близких людей никогда никого не обижу, если, конечно, эти люди мне по-настоящему близки». В тот момент Вика поняла, что перегнула палку и ступила на очень тонкий лед. Еще один неверный шаг, и она с треском провалится, что, разумеется, совершенно не входило в ее планы. Поэтому девушка не нашла ничего лучше, чем перевести разговор в выгодное Семену Григорьевичу русло. «Да я же ничего плохого не хотела». Виновата, пробормотала она. «Просто я молодая, и планирую стать матерью, вот и беспокоюсь за будущее своего малыша». Другого выхода, кроме как соврать о своей беременности, у Вики просто не было. Она сама от себя не ожидала, что выпалит это вот так вот вдруг. Но после того, как девушка сообщила о том, что якобы ждет наследника Семена Григорьевича, его отношение к ней резко изменилось. Мужчина развесил уши и продолжал собирать на них лапшу. Уж очень ему хотелось сына. Вика же понимала, что должна решить вопрос с мужем до того момента, как станет очевидно, что ее беременность – фикция. Действовать нужно было незамедлительно. Созвонившись со своим одноклассником, который после окончания школы уехал в большой город и отучился на фармацевта, Вика безо всяких препятствий достала нужный препарат. Василий остро нуждался в деньгах, поэтому был рад звонку из прошлого. Вика предложила ему весьма солидное вознаграждение за небольшую услугу. И Василий охотно согласился ей помочь. В маленьком провинциальном городке у молодого человека остались мама и сестры. После смерти отца он был единственным кормильцем в семье, поэтому соглашался на любые подработки, лишь бы отослать побольше денег своим близким, которые так остро нуждались в финансовой поддержке. Вика об этом знала. Василий проявлял к ней симпатию в старших классах, но она никогда не воспринимала его всерьез. Отношения с таким же нищим молодым человеком, как и она сама, не представляли для девушки абсолютно никакого интереса. Но в том, что Василий не откажет ей в помощи, Вика нисколько не сомневалась. Да он и номер телефона-то не менял столько лет, только потому, что надеялся, что еще когда-нибудь услышит Викин голос. И вот его мечта наконец-то осуществилась. Только вот просьба девушки очень сильно удивила Василия. «Это очень сильный препарат», – предупредил он. «Надеюсь, ты понимаешь, что очень важно следить за дозировкой. Если ты переборщишь, последствия могут быть самыми тяжелыми и необратимыми. И вообще, с чего вдруг тебе понадобилось такое сильно действующее лекарство? У тебя что, какие-то проблемы со здоровьем?» «Вася», – отдернула его Вика. «По-моему, мы договорились, что ты просто мне поможешь, а я тебе заплачу, и причем весьма щедро, и на этом все, что за допрос ты мне устроил? Какое тебе дело до того, что там у меня со здоровьем?» «Ладно, ладно», – примирительно улыбнулся Василий. «Конечно, я тебе помогу, только учти, обо мне ни слова. Если что, то ты меня не знаешь, и я тебя тоже». «Ну, естественно», – кивнула Вика, и после того, как получила нужный препарат, даже думать забыла о Василии. Теперь перед ней стояла совершенно другая, гораздо более важная задача – свести супруга с ума до того момента, как должен появиться живот. Вика каждый день подсыпала Семену Григорьевичу несколько растолченных таблеток в еду и напитки, а затем наблюдала за происходящим. На протяжении, как ей казалось, слишком долгого времени картина не менялась. Мужчина по-прежнему был бодр и адекватен. В какой-то момент Вика даже испугалась, что таблетки вообще не подействуют. Но все резко изменилось сразу же после того, как девушка увеличила дозу. С каждым днем Семену Григорьевичу становилось все хуже и хуже, что, безусловно, было Вике на руку. Она даже представить себе не могла, что все ее выкрутасы фиксируют камеры видеонаблюдения. И настанет момент, когда врожденная жадность и алчность сыграют против нее. Вика была уверена в своей безнаказанности, как и в том, что обязательно добьется того, к чему так долго стремилась. Каково же было разочарование девушке, когда весь ее план не только рухнул, но и чуть было не привел Вику на скамью подсудимых. Чего-чего о такой прыткости и хитрости от дочери Семена Григорьевича она точно никак не могла ожидать. Александр и Марина долго не могли решить, кому будет лучше поговорить с мужчиной. Они опасались, что Семен Григорьевич не поверит им, да и то состояние, в котором он находился после приема психотропного препарата, явно не располагало к адекватному разговору. «Мне кажется, что будет лучше, если мы безо всяких разговоров поместим отца в больницу», сказала Марина. «А с этой дрянью потолкуем по душам и объясним, что в нашем доме ей делать больше нечего, пускай убирается в освоясь и откуда пришла. В гробу и белых тапках мы видали таких родственниц. А когда отец оправится после всего случившегося, я уж как-нибудь найду нужные слова, чтобы все ему объяснить. А сейчас он слишком слаб и нуждается в помощи, а не в разборах полета. Поэтому я считаю, что так будет лучше и для него, и для всех нас». Александр был не совсем согласен с позицией Марины. Он считал, что Семен Григорьевич должен знать, почему его увозят в больницу и что вообще происходит, но спорить не стал. «В конце концов, это ее отец», – решил мужчина. «А я помог, чем смог, и если понадобится, еще помогу». Александр был рад, что может проводить время рядом с Мариной, и уже не представлял своей жизни без нее, когда все это закончится. Мужчина решил, что обязательно признается ей в своих чувствах, скажет, что до сих пор ее любит. А дальше уже пусть она сама решает, что со всем этим делать. «Вполне возможно, что когда-нибудь Марина даст ему шанс, и они смогут построить крепкую и дружную семью». По крайней мере, Александр очень на это надеялся. «Ну а как все это будет на самом деле, время покажет. И только оно». Марина без лишних церемоний ввалилась в дом и, не обращая абсолютно никакого внимания на возмущение Вики, бросилась к отцу. Она была вне себя от ярости, но Семен Григорьевич чувствовал себя настолько плохо, что с трудом осознавал происходящую вокруг него реальность. Мужчина был крайне удивлен визиту дочери, и, что было ожидаемо и совершенно неудивительно, начал сопротивляться поездке в больницу. «Ну вот куда, куда ты хочешь меня, старика, упечь?» – возмущался он. «Я немного прихворал, но это же не повод куда-то меня тащить. И вообще, Викуля – мое лучшее лекарство. Я без нее никуда не поеду». Но Марина не стала слушать эти бредни. После того, как она подала Александру знак, тот подхватил Семена Григорьевича под руки и поволок в машину. К счастью, у Саши оказался и хороший знакомый психиатр, который за считанные дни смог бы привести мужчину в чувство. Доверять отца кому-то постороннему Марина бы не решилась. Достаточно с него и Викиных экспериментов. «А с тобой, деточка, у нас будет отдельный разговор», – сказал Александр, когда проводил Семена Григорьевича до машины, где его уже ждал Владислав, тот самый психиатр, который и должен был помочь бедному мужчине прийти в себя. Он любезно согласился приехать и забрать с собой пациента, пообещав, что через два-три дня Семен Григорьевич уже будет в полном порядке. Вика же совершенно не понимала, в чем дело. Она была до глубины души возмущена поведением Марины и Александра. «Кто вам вообще позволил так бесцеремонно и без предупреждения врываться в наш дом?» – воскликнула она. «Что это вообще такое? Ты?» – обратилась она к Марине. «Так вообще отца бросила, а теперь прибежала тут права качать». «А ты мне не тыкай», – огрызнулась Марина. «Сейчас все сама узнаешь. Саша, включай запись». Вика была шокирована тем, что увидела на записи. Такого поворота событий она точно никак не могла ожидать. «Шпионила за мной, значит?» – ехидно спросила она. «Очень достойное поведение, ничего не скажешь. И что теперь? В полицию меня сдашь или под суд отправишь?» «Я бы, конечно, могла это сделать», – ответила Марина. «Но насколько это рационально? Тебя же ведь уже ничто никогда не исправит. Ты же конченая. Но отсидишь ты несколько лет в тюрьме за попытку покушения на моего отца. И дальше что? Выйдешь и возьмешься за старое. Я больше, чем уверена в этом. Мне от тебя нужно совершенно другое, чтобы ты раз и навсегда убралась из нашей жизни и больше никогда не появлялась. Исчезнешь, как будто тебя и вовсе никогда не было. И мы не станем давать ход этому делу. Ну а если посмеешь полезть к моему отцу и оправдываться, то пеняй на себя. Засадим тебя по полной программе. Тем более, что, как видишь, доказательств у нас более чем достаточно. Уверена, что если пороемся в твоих вещах и телефоне, то найдем еще много чего интересного». «Да много ты понимаешь», — огрызнулась Вика. «Избалованная девочка при богатеньком папе. Что ты вообще знаешь о жизни? Я с детства прозябала в нищете. У меня никогда ничего не было. И замужество — это мой единственный шанс чего-то добиться в жизни. Я просто не могла им не воспользоваться. Если бы ты не вмешалась, то у меня бы все получилось. Но ничего, я своего еще добьюсь. У меня все в этой жизни будет. Иначе я просто буду не я». «Добьешься», — язвительно кивнула Марина. «Обязательно добьешься. С этим никто не спорит. Только не с моим отцом. Его ты оставишь в покое. А дальше делай, что хочешь. Если ты этого не сделаешь, то я тебя за решетку упеку. Там будешь права качать. Только в менее приятной атмосфере, чем это». Вике ничего не оставалось, кроме как собрать вещи и уйти. Оказаться в тюрьме совершенно не входило в ее планы. В конце концов, на Семене Григорьевича свет клином не сошелся. Мало ли зрелых мужиков, которые пухнут от одиночества и легко поддаются чарам молоденьких девушек. А вот Марине предстоял серьезный разговор с отцом, и она находилась в полной растерянности, не знала, с чего начать. Так как понимала, что Семену Григорьевичу будет очень больно узнать о том, что возлюбленная, которой он так верил, использовала и обманывала его. Как только Семен Григорьевич немного оклемался и пришел в себя, он первым делом спросил, где он, и как вообще оказался в психиатрической больнице. А уже потом про Вику и про то, что произошло. Сказать, что мужчина был в полном недоумении, это ничего не сказать. Семен Григорьевич внимательно слушал Марину, которая рассказала ему обо всем, что произошло. Дочь изо всех сил старалась подобрать корректные слова, чтобы не ранить отца до глубины души. Семен Григорьевич не мог поверить в то, что его подозрения, которые еще совсем недавно оказались ему незначительными опасениями, подтвердились. Когда Вика так подробно расспрашивала мужчину о наследстве, ему в голову ведь закралась мысль, что она что-то замышляет. Но после того, как девушка сообщила о своей беременности, все остальные мысли просто вылетели у Семена Григорьевича из головы. Он был так счастлив. Мужчине казалось, что у него началась вторая молодость. Судьба подарила ему еще один шанс пожить на полную катушку. А оно вон как все вышло. Для достоверности и полноты своих слов Марина все-таки решила показать отцу фрагменты видеозаписи. Она заранее отправила их на свой смартфон, чтобы не вести компьютер в больницу. Семен Григорьевич посмотрел видеозаписи исключительно из любопытства. После того, что рассказала дочь, никакие доказательства мужчине были не нужны. Доктор уже сообщил Семену Григорьевичу, что на протяжении долгого времени он находился под воздействием сильно действующего психотропного препарата. После этого у мужчины не осталось никаких сомнений в том, что он пригрел змею на своей шее. Сам он никаких таблеток не принимал. Жили они вдвоем с Викой, и никто, кроме нее, не мог подмешать ему лекарства. Один из фрагментов видеозаписи наглядно демонстрировал, что это делала именно она. «А ведь кто бы мог подумать, что эта миловидная девушка на такое способна!» Вздохнул Семен Григорьевич, когда видеозапись подошла к концу. «Она ведь казалась мне такой доброй и открытой. О будущем мечтала, хотела стать матерью. А ведь получается, что никакого ребенка тоже нет. Она все мне соврала. Но как же так-то? Я ведь уже настроился, что стану отцом. Старый дурак. Поверил в то, что еще могу быть счастливым. Да кому я нужен? У меня уже правнуки скоро будут, а я о детях размечтался». Марина, как могла, старалась поддержать и успокоить отца. Но Семену Григорьевичу все равно понадобилось достаточно много времени, чтобы пережить все случившееся. Какой бы ни была Виктория, расставание с ней стало для мужчины сильным ударом. Он ведь и вправду поверил в свое счастье и снова почувствовал себя молодым. Но все эти эмоции оказались слишком обманчивыми, а разочарование – горестным и невыносимым. Семен Григорьевич посыпал голову пеплом и корил себя за наивность и беспечность. Задавался вопросом, как он мог быть таким дураком и повестись на эти сладкие речи. Ведь ежу понятно, что не может молодая девушка испытывать искреннее чувство к зрелому мужчине. Но ему так хотелось верить в чудо и в то, что именно он такой особенный и необыкновенный, что смог покорить сердце молодой красавицы. Но нет, Семен Григорьевич жестоко ошибся, за что чуть не поплатился жизнью. И хорошо, что ему на помощь вовремя пришли Марина и Александр. Страшно представить, что бы было, если бы не они. Семен Григорьевич ведь мог и не дожить отведенный ему срок. Раньше бы сгинул, и никто бы ничего не доказал. «Как все-таки хорошо, что у меня выросла такая замечательная дочь!» Восклицал мужчина, когда они все вместе отмечали скромное семейное торжество – свадьбу Марины и Александра. К тому времени Полина уже полностью восстановилась. Больше девочка не испытывала острой боли при ходьбе и наконец-то смогла вернуться к полноценной жизни. Марина же была даже рада, что все так вышло. Если бы отец не связался с этой проходимкой Викой, то судьба не свела бы ее вновь с Александром. Он достойный человек, рядом с которым Марина планировала провести всю свою оставшуюся жизнь. А впереди у них еще так много совместных счастливых лет. Супруги еще слишком молодые, чтобы думать о вечном, а вот о будущем – в самый раз. И именно об этом они и размышляли уютными домашними вечерами, строили планы и рассуждали о том, что потеряли слишком много лет. Ведь Марина могла гораздо раньше выйти замуж за Александра, а не связывать свою судьбу с Максимом, который не принес ей ничего хорошего, кроме Полины. Пожалуй, это был единственный смысл этого брака, который изначально был безнадежным и обреченным на провал. Только вот Марина долго не хотела этого осознавать. Зато ей было с чем сравнить, так как в свое время женщина уже испытала на себе все возможные тяготы несчастливой семейной жизни.